добрый день я всех приветствую на этом канале мы в риге едем по бульвару аспазис мимо памятника свободы мимо милды мы здесь уже как-то катались но сегодня у нас будет по улице брибас другой маршрут поэтому хотелось бы попутно и рассказать то что помню вот бастионная горка тавал насыпь вот с этой стороны реставрируется пороховая башня вот ее чуть-чуть видно от нее она стоит на улице смешу песчаная от нее начинался путь единственный въезд в город со стороны суши с других сторон была окружена рига крепостная рига рвом сейчас канал крепостными валами башнями речкой ридзина который сейчас засыпано и дауговой мы сейчас выйдем на улицу крещена валдемара вот свое время она называлась николаевская и с левой стороны зеленой крыши это национальный парк ой это цинальный театр сори вот начале прошлого века выстроили это здание для русского театра сейчас здесь национальный театр латвийский мы сейчас проедем по мостику через канал выезжаем на улицу крещена валдемара я сказала уже что она николаевская когда-то называлась та школа которая прошивалась показывала но наверное не полностью показала здание красиво и в нише там скульптура мать с девочкой а это бывшие дом и дума сейчас переехали потому что здесь все время устраивали митинги перед зданием перекрывали движение переехали в старую ригу сейчас мы переезжаем там следующий идет ура ранится за этим домом мы будем подъезжать к памятнику свободы с этой стороны когда-то на этом месте стоял памятник петру великому и в 1910 году приезжал на открытие памятника николай второй со своей семьей они приплыли на яхте вот в честь двухсотлетия присоединение бывшей шведской ливонии к россии вот сначала первой мировой этот памятник петру пытались эвакуировать погрузили на корабль и где-то в водах эстонии исландии тогда называлась был потом ли потом прин корабль немецкой этой немецким эсмитцем и статуя утонула вот пока ее доставали и где-то уже в республике латвия в совет свободный поставили памятник свободы олицетворяющий свободу и отечество солнце не видно плохо видно вот отсюда начинается улица брибас как она только не называлась она была когда-то большая пища большой песчаный путь я показала от башни пороховой шел путь видземы в псков вот и она так делится в принципе вот этот называется до улицы элизабетас участок бульвар с брибас от улицы элизабетас мы будем проезжать и до воздушного моста сама улица брибас так вот она называлась и большой песчаный путь и александровская в честь царя александра первого и улица ленина в советское время и во время нацистской оккупации гитлер шассе вот христорождественский собор советское время здесь был планетарий высоченная гостиница бывшая латвия сейчас это радисон вот здесь кабинет министров латвии в этом доме который впереди получили квартиры бывшие экс-президенты латвии вика фрейберг и умами вот этом месте стоял памятник ленину бронзовый памятник его демонтировали в 1991 году а эта улица элизабетас она тянется от самого порта до насыпи железнодорожной в честь супруги александра первого елизавета алексеевны да костиницу чуть-чуть изменили и назвали редисом бывшая латвия мы пристроили вот это мы все продолжаем ехать по брибас брибас свобода улица вот эти все дома стали строиться после в середине 19 века потому что после восемь тысячи восемьсот двенадцатого после нашествия наполеона здесь был очень крупный пожар и все предместия тут деревянные дома какие были сгорели более восемьсот зданий сгорело здесь вот разрешили строительство домов всю территорию пас позволили застраивать вот срыли как раз срыли крепостные вот церковь александра невского очень красивое здание а слева знаменитый на весь советский союз регас молодец женщины должны помнить и журналы эти и ателье это здание уже выстроена новодел такие здесь здания это улица брибас ногу будет серая вот это светло серое здание это бывшие здания кгб сейчас здесь музей как он называется музей не оккупации музей чека вот он музей чека сейчас с левой стороны будет здание театра дайлэс латвийский театр дайлэс там несколько залов сейчас слева первая городская больница не фасад фасад красивый здесь улица мира она начинается а направо матрица бывшая революция в этом здании вход можно матвеевский рынок так называется вот в этом двухэтажном домике через арку можно было войти во двор советское время здесь была был театр апеллеты сейчас ночной клуб и впереди новая гертрудинская церковь потому что вот по бриюс проехали на гертруды с улицы старая гертруда а вот это новая вот в этой гертрудинской церкви крестились все предки моего сына мы доставали архивы когда тут нужно было гражданство определять и все прочее значит эта улица будет идти до воздушного моста то есть до вэфа почти но его называют еще в эфоский мост сейчас мы будем пересекать улицу таллинас вот она если направо идти она будет упираться ферновас грязенькаунс я как-то про грязенькаунс снимала ролик район грязенькаунс вот тут уже недалеко будет мост воздушный когда-то воздушный мост перед тем как построили воздушный мост первоначальный вариант была арка арка потом ее перенесли она мешала строительство моста она предваряла ворота уезда в ригу ну вот это все полица бривебас такие атланты стоят мы всегда ходим и едем проезжаем быстренько вот здесь вот завод был в то еще время резиновыми как он назывался резиновых изделий не помню точно и не смотрим наверх а если ходить задряв голову такие интересные здания так это улица сэнчо нет налево следующая да перновас начинается направо а налево сэнчо расположение улиц такое как на западе стрит авеню то есть перпендикулярно под углом вот основные идут вдоль с запада на восток и с севера на юг перпендикулярные троллей восемнадцатый он идет куда он курсом с вами выйдет да ясно мы сейчас доедем до моста проедемся по нему и на этом наверное просто едем в домино торговый центр и нам по пути на правую улицу перновас налево сэнчо если по сэнчо ехать налево там будет покровское кладбище вот когда-то она была очень запущена а ведь там столько было русских людей в начале века эмигрировавших эмигрировавших из революционной из революционных российских районов да они стали гражданами береги они были русские по рождению и весь дух этого кладбища там их часовенка есть и церковь есть вот а сюда в угол выходит улица крышиана барона вот крышиан баронис собиратель дайн россияне ее называют красного барана ну да да машинки по незнанию сейчас мы будем въезжать на мост воздушный мост вот здесь когда-то была арка широкая арка она Александровская называлась потому что улица Александровская была вот впереди мост старый мост вот будем проезжать мимо здания вэфа ой по брусчатке по брусчатке я очень не люблю ездить слева старое депо трамвайное их несколько в Риге здесь не достроили парковку трехэтажную вот под мостом идет железная дорога слева завод с 90-х годов он запущен так вот рушится красная звезда делали мопеды велосипеды все прочее вот впереди будет вэф с правой стороны мне вот особенно бальзамный завод бальзамка нравится строили заводы так красиво не то что сейчас современные эти корпуса прямоугольные я не знаю насколько смогу показать вам фасад входа главного это цеха на очень большой территории располагался завод вэф смотрите какая красота здесь видите это всего лишь завод так слева был вагоностроительный завод тоже снесли все эти цеха зато выстроили торговый центр как он называется мы сейчас увидим толкор толкор да а вот с левой стороны двухэтажные здание вэфовского дворца дворец ну и выстроен новый микрорайон здесь тейка яуна тейка новая тейка хотя сама тейка старая вот там впереди ну вот начиная от вэфовского дворца это уже брибы с гатвы будет до самой границы административной риги вот проезжаю югу но мы сейчас будем сюда поворачивать потому что нам надо к торговому центру домина сейчас все бутики все такие магазины закрыты если что-то открыто то только по интернету можно заказать и служба доставки вам доставить на дом то что вы заказали товар вот спасибо всем большое за прогулку сегодня солнечный день красивый день но холодно минус девять а ощущение как минус тринадцать обещают еще похолодание жаль конечно я очень не люблю холод в машине хорошо а пешком бы я не смогла сейчас фотографировать и снимать потому что ручки мерзли бы все всех благодарю всем желаю всего самого наилучшего будьте здоровы пока до свидания всем до свидания до свидания до свидания